Книга 12. ТАО. Путь Вознесения. Болезнь, и уплата кармы. ВИЧ, СПИД, это рукотворный вирус, который согласно восстановленным кармическим записям был развязан в отношении африканского населения через процесс иммунизации. Данный опыт – результат кармы, тяжесть которой несут на себе представители африканской родословной. Носители африканской наследственности связаны с группой черных ассирийцев, которые около 18 тысяч лет назад, 72 тысячи человеческих лет, потерпели крушение своего космического корабля, посадив его в районе известном сейчас как Египет. Группа черных ассирийцев, численностью менее 100 человек, в итоге оказалась неспособной восстановить деятельность корабля, чтобы возвратиться домой. К тому же, исключалась возможность спасения, и какой-либо помощи из дома, поскольку их устройства коммуникации вышли из строя в биосфере Земли. Многие черные ассирийцы избрали для себя самоубийство. Однако другие предпочли пойти на смешение с распространенной тогда на Земле красной расой. Были также и те, кто предпочел мигрировать в другие регионы, находящиеся в месте известном сейчас как Африка. Ассирийцы хранили уровень информации, который был недоступен в воспоминаниях жившему в Африке красному человеку. Одной из составляющих этого знания было то, как создавать болезни в лабораториях. Пришельцы из Черной Ассирии не уживались хорошо с красной расой, которая замкнулась, и не принимала выходцев с другой планеты, и другого цвета кожи. Тогда черные ассирийцы пошли на уничтожение красных народов в Африке, инфицировав последних рукотворным вирусом с целью освободить место для своего присутствия. Карма, вызвавшая в сегодняшнее время появление спида, это возвращение способа, которым обладатели данной наследственности когда-то давно инфицировали людей красного порода. Посредством коллективного восхождения человечества данная карма вскоре должна быть полностью высвобождена. В Африке многие восходящие дети выходят из семей, которые умерли от спида, поэтому существует так много племен без взрослых, или родителей, состоящих главным образом из молодежи. Впрочем, такие молодые люди должны превалировать, и должны быть свободными от эпидемий поразивших родителей, ибо карма была очищена. Многие пораженные ВИЧ, спидом, кто принадлежит другим отдаленным от Африки нациям, также хранят в себе наследственность уходящую к черным ассирийцам. Когда человек высвобождает свою карму, он также может оправиться во взрослой форме от ВИЧ и спида. Карма хранит запись, информацию, которая многократно повторяется до тех пор, пока карма не будет высвобождена. По прошествии времени, анануки, которые были группой плеядеанцев, захотевших сделать землю своим домом, для наживы и добычи золота, также шли на создание биологических агентов разрушения. Плеядеанцы создали в лаборатории человеческую расу рабов, и один из методов контроля над рабами, их численностью, заключался в том, чтобы управлять определенными болезнями, которые убивали бы на и слабейших из рода. Когда поселения в очередной раз разрастались, и становились не в меру большими, чтобы поддерживаться ресурсами почвы, происходило периодическое применение биологического оружия. Наиболее слабые умирали один за другим, тем самым уменьшая общую численность населения. Такая форма популяционного контроля работала в течение многих тысяч лет истории ананук. Со временем, когда численность рабов непомерно возросла, и межродовое скрещивание вышло из-под контроля, все и старики, недомогающие, покалеченные и больные были помещены анануками в концентрационные лагеря, располагавшиеся в регионах, известных сегодня как Нью-Йорк, и Чикаго. Лагеря использовались в целях проводить массовое отравление на и слабейших рабов с использованием газа подобно тому, как он использовался нацистской Германии против евреев во Ушвице во Второй мировой войне. Все это также карма, которая будет закрываться в предстоящие времена очищения, так как есть многочисленные генетические записи умирания от болезни, или смертельного поражения газом. Сам газ вызывал форму души, которая по аналогичным признакам вирусов SARS, COVID, SARS-CoV-2, вызывающих атипичную паневмонию. Это группы вирусов, протекающих с паневмонией, вызываемых нетипичными возбудителями, и обладающих необычным клиническим течением. Мы видим, что атипичная паневмония фактически связана с кармой давно происходившего в газовых камерах Аннанук уничтожения рабов. Когда любой восходящий человек высвобождает эту карму, он уже никогда не подпадет под влияние кармы атипичной паневмонии. Многие эпидемии, что возникнут в будущем, будут связаны с типами болезни Аннанук низвергнутых на собственных рабов. Карма – основная причина любой подобного рода болезни. Сейчас высвобождая карму через вознесение, человек более не будет подвергаться болезни. Как человек высвобождает карму в ходе вознесения? Он выражает к этому намерение ежедневно, так же, как ежедневно выражает намерение вознестись.